У нас просто по очереди облздрав завели, и мы подписали документы, что 25 лет мы не будем разглашать. А что разглашать, мы так и не поняли. Радиация, ее невозможно ни попробовать, ни пощупать, ее не видно, не слышно, ни на вкус, ни на запах. Ну, казалось бы, вокруг все идеально, все цветет, все благоухает, но июнь-июль месяц, макушка лета, хорошо так, тепло. А это, ну, тогда мы уже поняли, вот когда уже мы приехали, мы даже когда въезжали, мы въезжали, был один блокпост, второй блокпост, третий. И мы уже когда приехали, мы все-таки летние приехали в июне месяце, а вот когда уже мы въехали в зону уже, когда нас уже начали проверять, это было ужасно. Потому что мы ходили в робе, полностью рукава, полностью обувь закрытая, брюки, потому что радиация была. Вот проходят с дозиметром, вот здесь вот нет радиации, а буквально шаг в сторону, и уже пищит дозиметр, потому что радиация большая была. В основном-то возрастных людей очень мало было, ну, сейчас, ну, таких, как я сейчас, вот мне уже 54 года скоро, таких не было. В основном все были помоложе, очень жалко, очень многих уже нет. Очень хотелось домой. Во-первых, ну, мы же работали с утра до вечера, вот только утром нас повезли, мы покушали в обед и на ужин уже. И все. Хотя, вы знаете, там даже были дискотеки, мы хотели на дискотеку. Нас даже как-то пытались там развлекать, но уже сил не было ни на дискотеке, потому что очень много. Мы работали до вечера, вот и дома. У нас ни выходных не было, ничего, просто мы работали и работали. Я приехала, я уезжала и так, я была некрупная. А приехала, я так удивилась, но я-то себя особо не видела. Мама с папой встречали на вокзале и смотрю, слезы в глазах у них. Я очень сильно похудала. Наверное, все не понимали, насколько это опасно. Я потом уже поняла, когда вышла замуж, родила ребенка, были проблемы у меня со здоровьем, у сына со здоровьем.